Ой, здесь еще и драться можно! Это Geometry Dash, в котором можно стреляться! И вау, появились шипы! Это что, сложность? Невероятно! Вы только посмотрите на этот графон! А с чего это вы взяли, что я Фокс? Может быть, я какой-то пиратский клон Фокса, который сегодня будет вам показывать пиратские клоны Geometry Dash! И да, дамы и господа, кто думает, что я клон, ставит лайк, кто считает, что я настоящий, пишет в комменты какую-нибудь билиберду. Ну а сегодня мы с вами погрузимся прямиком в кринж, посвященный нашей любимой игре. Обязательно смотри этот ролик до конца, потому что все самое интересное я оставляю на конец. Вот ты хочешь увидеть вот этот вот невозможный дэш? Значит, смотри чуть дальше, потому что мы начнем с игры под названием Geometry Dark Dash Runner. Темная геометрия. И мне нравится, что у этой темной депрессивной игры разработчики Dofamine Games! Ееееееееееее! Мы всю радость из себя высосали, чтобы делать вам черно-белые грустные игры. Игра действительно выглядит как-то очень грустно. Вау, я уже набрал 6 очков, я даже не делал ничего. Какая там музыка? Так. Ну музыка, кстати говоря, не депрессивная. Еще в этой игре целая тонна непропускаемой рекламы. И неотключаемой. Видимо, после каждой сливы я буду смотреть рекламу про котиков, что не так уж и плохо. И давайте я все-таки хотя бы немного попробую поиграть. О, побил свой рекорд. Да, здесь играет дабстепчик, который очень контрастирует с визуальным стилем этой игры. Игра такая черно-белая, страшная, мрачная. Даже в названии есть слово Dark. А музыка такая, как будто мы, не знаю, мы отправляемся в Майами тусить! Вот такая вот музыка, если честно. Опять я попался на рекламу. Еще я очень переживаю за то, чтобы у этой игры не было авторских прав, потому что разработчикам-пиратам на все плевать. Они взяли ванильную геометрию, сделали свой клон. Кстати говоря, неплохой. Игра играется неплохо. Правда, здесь очень скупое визуальное оформление. Все черно-белое. Вроде как один и тот же трек играет. Хотя нет. Или да, один и тот же трек играет. Камон, у вас один и тот же кубик, один и тот же трек. Нет никаких бонусов, нет никаких интересных механик. Это просто какой-то очень всратый клон геометрии, чтобы позалипать в него, я не знаю, в автобусе 5 минут. Он еще и очень сложный. Я не могу дойти дальше 50 очков. И подождите, тут реально нет магазина. Тут ничего нет. Единственное, что я могу, отключить рекламу за 1 доллар. В общем, этой игре я ставлю скорее дизлайк, нежели лайк. И мы переходим к следующему клону, который вы так ждали. Импосибл дэш. Вот прям невозможный дэш. Ну давайте посмотрим, что же в этой игре такого невозможного, кроме абсолютно всратого визуала, который невозможен. Ого, она 3D-шная. Вау. Ну, кстати говоря, на уровне механики это очень похоже на геометрию. Прям очень. Слушайте, если здесь есть всякие приколюхи, то это даже не так плохо. Я монетку собрал. Игра гораздо проще, чем геометрия. Музыка неплохая, но очень громкая здесь. Ай. А как это пройти? Даже попытки считаются. Все нормально. Все ванильно. Это тот же самый уровень получается. Да. И на самом деле, пока этой игре можно поставить лайк. То есть она не такая всратая. Ну, на уровне визуала, конечно, она очень всратая. Очень непонятно, как во все это играть. Вот это 3D на самом деле только отвлекает. Оно никакой пользы в себе не несет. Но на самом деле прикольно. Я даже посмотрю другие уровни в этой игре. Ну, а пока давайте мы попробуем все-таки этот преодолеть. Вот проценты бы вы на экран выводили. Ох, как это было бы удобно. Потому что абсолютно непонятно. Я не понимаю, из-за вот этого 3D прохожу я нормально через препятствия или же нет. Давайте мы откроем какой-нибудь другой уровень. Этот уровень мы прошли, кстати говоря, на 40%. Неплохо. Переходим ко второму уровню. И здесь тоже у нас такое 3D всратенькое. Ой, монетку пропустил. Мог, по идее, ее собрать. Уровни какие-то очень простые. И на самом деле, именно вот эту систему прыжков, они хорошо стыбзили. Прям прыжки ощущаются так же, как и в ванильной геометрии. Практически один в один. Я удивлен, как он это вообще сделал. Вот это прикольно. Запарился. Но вот над визуалом не запаривался. И над разнообразием не запаривался. Просто себе сидишь, допрыгаешь. В геометрии к этому времени ты уже там и на какие-то орбы должен был прыгать. И еще на что-нибудь. И перевертыши, и самолеты. И чего там только нет. О-о-о-о! Я слился. Значит, перехожу к следующему уровню. Я хочу как можно больше уровней заценить. Я хочу начать с конца. Класс! Сколько здесь уровней? Всего 3! Конечно! Зачем десятки уровней? Действительно. Люди будут в 3 уровня играть и кайфовать. Но я, кстати говоря, неплохо играю в эту игру. Дохожу, в принципе, до какого-то там процента, если б я еще эти проценты видел. Ладно, давайте еще раз попробуем. Аккуратненько. Музыка, в принципе, тоже неплохая. Только баги здесь присутствуют. Вот я не совсем понимаю, почему я иногда по воздуху катаюсь. Не знаю, замечаете вы это или нет. Но я катаюсь иногда по воздуху вот сейчас. Видели? Я просто по воздуху прокатился. Это не окей. Ага, нормально. Кажется, свой рекорд побил. Еще немного попробую это дело пройти. Ну, уровни здесь простые. Даже, по-моему, 2-й, 3-й уровень в геометрии гораздо сложнее, чем вот это вот. Я помню, что я на 2-м, 3-м уровне геометрии тотально так полыхал и страдал. А всякие 4-й, 5-й и так далее уровни до сих пор мне даются с трудом. Ну, это вообще, одной левой прохожу, даже не напрягаюсь. Как я вообще провалился. Я думал, я опять буду по воздуху кататься. На этой игре я ставлю скорее даже лайк. Вот здесь можно менять, к примеру, свой куб. Так. Да, посмотрите, сколько здесь кубов разнообразных. И все они доступны. Все они бесплатны. Даже не за рекламу, представляете? В общем-то, за это определенно лайкосик. И эта игра у нас отправляется на полочку неплохих клонов геометрии. Хотя рейтинг у нее максимально всратенький. Всего 2,2. Как, собственно говоря, и у следующей игры под названием Running Dash. Прям будем сейчас бегать. Кстати говоря, почему никто не сделал джоометрии Dash RTX, где у куба будут такие, знаете, волосатые ножки. Он будет на этих ножках так быстренько бегать, прыгать и вспотыкаться. Это было бы гениально. Вот если ты игровой разработчик, ты знаешь, что нужно делать. И это не игра, а какой-то скам. Эта игра просит меня скачать отдельное приложение просто, чтобы игра заработала. Это ни капли не подозрительно. Если вы откроете это приложение, там прям первый отзыв это... Я прям доверяю тебе каждой клеткой своего тела и удаляю это говно со своего устройства. Я сейчас перейду к двойному пиратскому клону, но за вход придется заплатить лайкосиком. Те, кто не заплатили... Извините, эта часть ролика будет вам недоступна, но те, кто заплатили... Смотрите-ка! Это у нас Бравл Дэш. То есть, да, это клон нашей любимой игры, название которой я до сих пор боюсь произносить. И геометри Дэша. Я вообще не знаю, как автор это все совместил, но давайте заценим. На самом деле идея реально гениальная и принесла ему полляма скачиваний. И выглядит все это дело достаточно стилево. Мы должны прыгать за... Сами знаете кого? Это причем вот прям она. Офигеть. Он прям обрисовал ее в пиксельном стиле. И ему за это не прилетело? Ой, здесь еще и драться можно. Это джиометри Дэш, в котором можно стреляться. Это мечта каждого фаната, мне кажется. Правда, играть в это, наверное, не очень мне удобно сейчас будет. Ой, здесь даже ульта есть. Охренеть не встать. Ты прям самый настоящий боблер. Ну что ж, погнали. Давай, меня сейчас выпустят в мир. И, видимо, здесь будут ящики, из которых будут падать всякие боблеры. О, здесь даже свое имя можно вести. О, да, то, что нужно. Поехали. О, ха-ха-ха. О, фигееееееееет. Хе-хе-хе-хе-хе. Кто не ожидал? Ну, уже лайк поставил, я думаю. Так, тут что-то бесплатное. Есть монеты бесплатные. Как? А как это еще не удалили из плей-маркета? Офигеть. Они же все банят. Они даже видосы на ютубе банят. Впрочем, надеюсь, меня они забанят. Вот если вы не хотите, чтобы меня забанили, поддерживайте этот ролик по максимуму. Лайками, подписками, комментариями. Ну а пока прыжок. Прыжок. А, я себе здоровье сношу, когда попадаюсь на шипы. Представляете? Прикольно. Эта игра определенно служивает лайкосик. То есть, это креативная идея и креативная реализация. То есть, можно было сделать гораздо, гораздо хуже. Но чел запарился. И мне интересно посмотреть, есть ли здесь другие боблеры. Как их можно получить? Блин, на самом деле, игра очень простая. Мне это очень сильно напоминает как раз-таки динозаврика. Там тоже время дня меняется. И да, это гугловский динозаврик, только сделанный по типу джоми 3D, еще и с боблерами. Невероятно. Музыка там какая-то присутствует. Правда, не дабстепчик, что упущение. И все это дело ускоряется. Но пока что не так уж и сложно. Я как-то очень быстро набираю очки. Давайте мы еще ускоримся. Ай, я, к сожалению, отправился прямиком на тот свет. Давайте мы выйдем обратно в меню. Нет-нет-нет, я хочу выйти в меню. На самом деле, графонь здесь не очень приятный. Вот эти пиксели слишком большие. Я бы их уменьшил. Что такое T-Boost? Ага. Здесь даже есть вроде как различные режимы. Вау, можно свои карты даже создавать. Офигеть, не встать. А ящики? Эй, ящики недоступны. Хотя вот, какой-то ящик доступен. Давайте-ка я получу ящик. И что, его можно открыть? И там даже будут коины. И там даже будет опыт. И стартокен, что бы это ни было. И также можно получить нового персонажа. Клево. Вау. Нет, это меня удивило. Я вот реально не ожидал, что мы сегодня обнаружим что-то интересное. Мы получили нового баблера. Давайте-ка я его выберу. Каким образом вообще баблеры-то меняются? А, да, вот таким образом меняется баблер. Я могу его прокачать. И за прокачку у нас будет, видимо, больше всяких выстрелов. Ну что ж, давайте еще немного отыграем. Посмотрим, как у нас играется этот баблер. А чё фон не меняется? Вот единственное упущение, это то, что фоны не меняются. Здесь какие-то бомбочки. Ага. Я могу стрелять. Прям бесконечно. Я могу приседать, потому что эти чуваки слишком низко. Я бы хотел вот прям по ним стрелять время от времени. Я уже почти все хп потерял. Но задумка интересная. Реализация неплохая. Эта игра меня удивила. Я надеюсь, что вас тоже. И вы тоже за это поставили лайк. Потому что мы переходим к следующей игре. К игре под названием Dash to Color. Я об этой игре много слышал, но все, как-то руки не доходили в нее поиграть. И лучше бы так и не дошли. Выглядит это просто омерзительно. Так, и как это будет играться? Я как будто во что-то подобное играл. Ну и срань. А, я должен залетать в свои цвета. Так это не совсем клон Geometry Dash. Ну, конечно, в геометрии есть режим вот с пришельцем всяким. Но... Что-то как-то не очень, если честно. Особенно на уровне визуала это выглядит прям ужасно. И ладно, нет, это что-то совсем бурбеглазное. Вы меня простите, в это играть я не буду. Поиграю лучше в игру под названием Geometry Little Jump. Там почему-то у персонажа один глаз отсутствует. Он, видимо, его потерял при клонировании. Ну что ж, поехали. Вау. Так это не клон Geometry Dash. Это какая-то новаторская игра. Причем играется неплохо. Давайте мы еще раз попробуем отыграть в нее. Здесь у нас есть два типа прыжков. Это короткий прыжок, вот такой вот, и длинный прыжок. И мы должны вовремя нажимать на нужный прыжок. Давайте еще разочек. Нужно к этому всему делу привыкнуть. Агаси, агаси. Насколько быстро меня эта штука будет догонять. Это на самом деле очень сложно и не очень удобно. Но интересно. Я бы не стал как-то ругать или обсирать эту игру. Это, знаете, такая гиперказуальщина. Хотя какая-то очень хардкорная. Я не могу продвинуться особо далеко. Мне вот такие игры напоминают Flappy Bird, где ты тратишь десятки тысяч часов. Стоп, так я могу всегда делать длинные прыжки? Серьезно? Вот так вот? А нет, я тогда тоже падаю. Нет, эта игра какая-то слишком сложная. Для меня я нубасик. Меня эта штука прям очень сильно пугает. У меня прям ощущение, будто она меня возьмет и догонит. Агаси. Прыгаю, прыгаю, прыгаю. Все окей, у меня получается вроде как. Ну почти, почти 50 очков. И в этой игре вроде как больше ничего нет. Вот такая вот элементарная игра. Стоп, здесь реально вот прям ничего нет. Я даже не могу себе скин поменять. Серьезно? Ну что-то как-то среднячок. Непонятно, зачем они забирали персонажей из геометрии дэша и назвали свою игру Geometry Jump. Ладно, мы не отчаиваемся. И переходим уже к совсем адской сране. Вот я не верю в то, что это будет нормальной игрой. Квадрат дэш с геометрии приключения. Ладно. Ага, здесь есть двойные прыжки. Нифига себе, вот это круто. Ну, кстати, играется не так уж и плохо, как выглядит. Я думал, что играться это будет прям гораздо хуже. И вау, первый уровень я прошел. И сколько уровней мне нужно пройти, чтобы появилась какая-то сложность? Тысячу? Агась, я не собрал звездочку. Ну, мне, если честно, насрать. Я даже не совсем понимаю пока что, зачем мне эта звездочка нужна. И я слился. Ладно, попробую еще раз пройти. Но от геометрии тут опять же только название. Но в названии этой игры прям присутствует Geometry Dash. Правда, там еще Square Adventure, но это ничего. Ну что ж, давайте мы попробуем пройти все-таки второй уровень. У меня, очевидно, получилось. Проиграть в этой игре очень сложно. Я один раз каким-то образом умудрился. И вау, появились шипы. Это что, сложность? О боже мой! Мне кажется, все пиратские клоны геометрии, в которые я играл, не улавливают главной фишки игры. А главная фишка игры, это невыносимая сложность и разнообразие. Все уровни очень, мать его, разнообразны и очень, мать его, сложны. Вот это не сложно, это непонятно, если честно. Я не понимаю, почему я проигрываю. В геометрии я всегда понимаю, где я накосячил. Я всегда знаю, как вырасти. Я всегда знаю, что мне нужно сделать. А здесь просто летающая непонятная хренобора, которую непонятно, как пройти. Ладно, есть у меня одна идейка. Давайте мы сейчас ее проверим. И если это не сработает, я к чертям собачьим выйду из этой игры. Ага, работает, да. Вот таким образом это нужно было пройти, что не совсем очевидно. Как-то странно, он здесь шипы размещает. Это выглядит на самом деле не как фишка, а как баг какой-то. Я бы по-другому сделал. Нарисовал бы больше шипов, не знаю. Ну, чисто так, креатив можно проявить. Но что мне нравится в этой игре, это двойные прыжки. Я бы попробовал в геометрию поиграть с даблджампом и с какими-нибудь новыми картами. Это было бы на самом деле интересно. Только не сорбами, а прям, чтобы у тебя всегда была возможность совершить двойной прыжок. Это было бы интересно. Но игра на самом деле опять не отличается каким-то разнообразием. Вы пишите свое мнение об этих играх обязательно в комменты. А в конце ролика напишите, какая из игр вам понравилась больше всего. Ну, а пока мы прошли 5 уровней. Я думаю, сейчас пройдем даже вот этот уровень. Нет, я прям на финише сдох. Но сделаем вид, что я это прошел. И пойдем к дэшкубу. Вот это уже выглядит неплохо. Меню здесь тоже вроде неплохое. Давайте посмотрим, как это играется. Ага, играется это странновато. Но видно, что чел старался. То есть здесь есть какое-то освещение, какие-то анимации приятные и плавные. Но сама эта игра не очень-то интересно выглядит. А, и здесь считаются не попытки, а суммарное время на прохождение карты. Правда, эту игру нельзя заспидрайнить. Зачем тогда таймер? Вот если бы я мог как-то ускоряться, например, делать какие-то паркурные движения, тогда я понимаю. Но а так не совсем. Я понимаю, в чем смысл. И здесь всего 6 уровней? Насколько должны быть сложными эти уровни, что их всего 6? Там вот резко скаканет сложность с 3-4 уровней или что? Не совсем понятно мне это. Но давайте я пройду 2 уровень, посмотрю, насколько он будет сложным. В принципе, он элементарный. Я 2 уровня преодолел за 30 секунд буквально. Давайте тогда пройдем и 3 уровень. Почему бы и нет? Ну, пока что это прям изи. Опять же, напоминаю, в геометрии на 2 уровне многие уже начинают страдать. На 3 уровне многие удаляют игру. А здесь ты на 3 уровне даже не чувствуешь сложности. Серьезно, почему уровни такие короткие? Они идут по 15 секунд. И еще 2 секунды, и я пройду эту игру. Ага, я там не должен был прыгать. Но хоть какая-то интересная ловушка появилась. Ой, я даже 2 раза слился. Не, ну это определенно возросшая сложность. Почему я сливаюсь-то? О, у меня куб меняется. Вот это прикольная фишка. И все. Я понял, как это пройти. Я не думаю, что дальше будет сложнее, но я попробую пройти чуть подальше. Агась. Все просто замечательно. Обачки. Все, игра очень простая. И как какой-то личный игровой проект для изучения вот механики прыжков, это возможно неплохо. Но зачем это заливать в плеймаркет, я не совсем понял. Кстати говоря, там еще одна ловушка интересная. То есть здесь я должен спрыгнуть вниз и потом совершить двойной прыжок. В принципе, если сделать больше уровней, больше разнообразия, больше кубов, то у этой игры было бы даже будущее. Но пока очень-очень сыро. Последняя игра. Она вас удивит. Спонж, мать его. Дэш, мать его. Гео, мать его. 2019. Как вам клон геометрии Дэша со спанчбобом? Вот всегда же мечтали, не правда ли? Полторы звезды у игры. Геометрии спонж. Вау. Вау. Есть даже разные спанчбобы. Офигеть не встать. И как это будет играться? Невероятно. Вы только посмотрите на этот графон. Она так лагает. Почему она так лагает здесь полторы текстурки? Зато сколько монет напихали. Вот это сложно. Что сейчас был за мега прыжок? Я не зажимал кнопку. Вот это просто говно срань. Это не одна звезда. Это минус одна звезда. Это просто отвратительно. Я бы заблокировал эту игру. Ее нужно удалить из плеймаркета. Это ужасно. Это просто кошмар. Нельзя такое выпускать. Ооо. Управление здесь откликается с задержкой в секунду. Мне приходится заранее нажимать. Но я преодолел половину этого гениально построенного уровня. Ай, все. У меня сейчас пойдет кровь из глаз, кровь из ушей. И возможно даже из других отверстий. Если вы не хотите, чтобы это произошло. И хотите увидеть больше геометрии на канале. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Не забывайте написать в комменты, какая из игр вам понравилась и не понравилась больше всего. И не забывайте, что с вами сегодня был Fox Neo. Увидимся. Продолжение следует.